Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я наконец-таки снимаю для вас видео о коллекции моей косметики, о том, как ее храню. И, кстати говоря, когда я все это компактно сложила, оказалось, что не так уж и немного. Так что, если вам интересно, то давайте начнем, и я покажу вам, как выглядит мой косметический столик. И вот так вот выглядит уголок, в котором я навожу марафет, можно сказать. Здесь у меня две вот такие вот коробочки. Эти коробочки из магазина Primark. Я купила их в Ирландии, кстати говоря, очень дешево, что-то в районе 10 евро. Хотя обычно такие я вижу чуть ли не по 30. Вот эта коробочка из Zara. Эту вот я заказала на ebay. Стаканчик, это бывшая свечка. Вообще я ее купила именно с целью, чтобы потом использоваться как стаканчик, потому что мне очень понравилось. Там написано to be happy in your life. И вот такая вот коробочка тоже из французского магазина декора. Вот эта небольшая коробочка содержит в себе все мои палетки. Видимо, это была часть какого-то маленького комодика, и я купила ее буквально за 1 евро, потому что, видимо, кто-то ее потерял. Также вот здесь наверху у меня находится совсем небольшая полочка по уходу, и уход за лицо у меня, в принципе, в другом месте. Давайте сначала я покажу вам, что у меня находится здесь. Так, начнем с кисточек. У меня все разделено в этой коробочке. У меня только черные кисточки, а в этой только белые и розовые. Так мне легче запомнить, где что находится. Здесь у меня все мои помады. Это помады от Макси. И, кстати говоря, вот новенькая. Совсем недавно ее купила. И раз уж я вам ее показываю, то вот эта вторая помада точно такая же. Сейчас вам ее покажу. Из коллекции Nath Cracker. Щелкунчик. Я не знаю, почему я только сейчас их приобрела. Но это просто потрясающая помада. Вот такого вот цвета. И вы знаете, что эту помаду я разыграю в конкурсе. Все, что вам надо сделать, это подписаться на мой канал на YouTube, поставить лайк этому видео и подписаться на мой Instagram. И все. Случайным образом я выберу победителя и отправлю вам эту помаду в любую точку мира, где бы вы ни жили. В себе же я приобрела более розовый цвет. Сегодня он у меня на губах. Здесь находится большая часть моих помад. Вернее, самые мои любимые помады. В этом ряду все помады от Kylie. Здесь Lime Crime. И вот здесь вот сколько? 8 помад от MAC. На заднем ряду у меня матовые помады от NYX. Все эти помады я очень люблю, но почему-то именно помадами от MAC пользуюсь очень редко, по крайней мере вот этими матовыми. Но они все очень-очень красивые. Этот цвет, наверное, у меня самый необычный, потому что это белая помада. И купила я ее для того, чтобы смешивать цвета, делать их более светлыми. Так, давайте пойдем дальше. В этой коробочке у меня находится все то, что я наношу на лицо. В тональнике 2-3 от Make Up For Ever, Born This Way от Too Faced. Потом вот этот один из моих любимых, Clinique. Здесь прячется тональник от Bourjois. И вот это от Make Up Atelier. Но он очень плотный. Я красила сим зимой и сейчас вообще не представляю, как это делаю. Также у меня здесь праймеры для макияжа. От Make Up For Ever, от Clinique. Это от Embryolist мой любимый, но он скорее для сухой кожи. От La Roche-Posay, но это скорее для жирной кожи. Также у меня здесь два моих любимых, яхмак Prep and Prime. Фиксатор макияжа от Inglot. Что еще здесь есть? Серум от Estee Lauder. Тоже его очень люблю. Мои духи любимые. Это духи, которые я использую уже на протяжении очень-очень многих лет. И ни с кем им не изменяю. Здесь, наверное, самый лучший очиститель кисточек. Это MAC Brush Cleanser. И все, что вы делаете, это наносите капельку на ваточку. И потом по ваточке водите кисточкой. И буквально через 2 секунды ваша кисточка будет чистой. Здесь, кстати, наклеены фотографии из моего инстаграма. И вот эту фотографию мы сделали на Polaroid Nikkie, когда она приезжала в Париж. Она, кстати, снимала влог из Парижа, когда здесь была. Поэтому я оставлю ссылку на него, если вам интересно. И давайте перейдем в эти коробочки. Что же у нас здесь? Здесь у меня всякие маленькие баночки. Мой любимый хайлайтер от Nars. Двойные тени от Nars. Давайте откроем. Это мой любимый хайлайтер. Конечно же, помадка на стадии Beverly Hills, в которой я крашу брови. Праймеры. И тут очень много пигментов от Inglot. Тоже их очень люблю. Единственное, что они, конечно, очень сильно осыпаются. Два пигмента от Meek Forever. Это подводка от Inglot, у меня есть в черном цвете и также в коричневом. Здесь румяна от Baby Brown, тени от MAC, еще румяна. Блестки от NYX, тени от MAC. В общем, всякие маленькие баночки у меня здесь хранятся и тени. Что у нас внизу? Так, внизу я храню ресницы. Вот там еще одна упаковочка. И то, что я, в принципе, часто использую. Здесь у меня бьюти-блендер мой лежит. Силя спонж. Кула бронзер, еще румяна. Еще один бронзер. Пудра от Inglot. Ничего интересного. В этих коробочках у меня просто все то, что я использую довольно редко. Цветные лайнеры от Make Up For Ever. Один от H&M. Всякие помады, консилеры, которые я использую, в принципе, довольно редко. Здесь у меня два праймера для тени от Sephora. Всякая всячина. Помады, праймеры, подводки. В общем, разные консилеры дешевые, которые я мало использую. Также здесь все мои прандаши для губ. Наверное, больше всего их от MAC, мои любимые. Несколько от Kylie Cosmetics. От Art Deco я тоже очень люблю. Карандаши. Тушь для бровей от E-Lomasco. Все, что не поместилось в эти красивые коробочки, прячется вот здесь. Здесь у меня еще помады. Я даже не думала, что у меня их так много. Здесь три помады от Milani. Я очень их люблю. У них прекрасные цвета, но они ужасно сушат губы. Просто ужасно. И помада от Inglot вообще не оправдывает свою цену. Я им вообще не пользуюсь. Тоже ужасно сушат губы. Помада от Armani, очень красивая, красная. Lime Crime, Diamond Crushers блестки. Тоже помады от NYX. Здесь все мои любимые туши. Их четыре. Это Chubby Lash от Clinique. Тушь от Bobby Brown. И две туши от Lancome. Всякая всячина. Карандаш от Smashbox. Карандаш Givenchy зеленый, очень красивый. Кстати, я так ни разу его не использовала. Очень-очень классный хайлайтер от Benefit. Вот мини-вариант у меня продержался уже, наверное, больше, чем полгода. И я им пользуюсь. Здесь у нас все. Переходим к палеткам. Здесь у меня палетки. Мои любимые. Naked, которую я случайно сломала. Также уже ветеранская палетка от Anastasia Beverly Hills уже почти закончилась. Обожаю вот эту тень. А вот эти я вообще почти не использовала. Также вот такой вот мини-вариант от Too Faced. Тоже очень классная палетка. Особенно, если брать ее куда-то в путешествие, потому что там самые нейтральные цвета. И вообще, в принципе, если вы не особо увлекаетесь макияжем, то эта палетка идеально для вас подойдет. Еще одна палетка от Too Faced. Она очень долго была моим фаворитом, пока я не разбила здесь одну тень. И, наверное, любимая моих всех времен, это палетка от Anastasia Beverly Hills. Я ей постоянно пользуюсь. Мне очень нравятся теплые цвета. Нравится, как они выглядят на моих зеленых глазах. Наверное, моя самая-самая любимая, если не считать вот эту ужасную упаковку, потому что она бархатная. И к ней прилипает вообще все, что только может прилипнуть. Вот эту палетку я, наверное, использую меньше всего. Это Full Spectrum от Urban Decay. Вернее, наверное, я вообще ее почти не использовала. Даже не знаю, почему я купила. Потому что тени не очень пигментированы, как хотелось бы. По крайней мере, пальцами еще можно получить какой-то эффект. А на кисточках вообще ничего не выходит. Тоже палетка от Marc Jacobs, которой я разбила стекло. Здесь очень-очень классные тени. Наверное, самая пигментированная палетка из всех, которые у меня есть. И тоже одна из моих любимых, наверное. Твой контур от Anastasia Beverly Hills. Я вообще почти его не использовала. Мне не нравятся цвета. Мне нравится, что они слишком холодные и довольно-таки темные. А вот эти белые слишком белые. И вот здесь такая красивая палетка от Make Up For Ever. Здесь только блестящие тени. То есть, ей нельзя сделать полностью макияж. Но каждая из этих теней может быть в основе любого макияжа. Тоже очень красивая и очень пигментированная. Здесь, кстати, хочу еще вам рассказать про этот волшебнейший продукт от Inglot. Это Duraline. Если у вас вдруг засохла какая-то подводка, баночки или тушь, вы можете капнуть капельку вот этого маслечка. И все сразу же станет как новое. Также любой пигмент они могут превратить в тень. Здесь еще пудра от Ben Nye, которую я тоже очень люблю. Здесь у меня еще один хайлайтер. Это какая-то английская фирма, я купила ее в Ирландии. Он не очень пигментированный, но цвет очень приятный, напоминает мне чем-то туфейст. Вот, в принципе, и все. Вот так вот это все выглядит. И давайте быстренько заглянем на эту полочку, что у меня здесь есть. Это не весь мой уход, конечно же. У меня только некоторые продукты, которые я использую очень-очень часто. Это Эдлин, который всегда может пригодиться. Я смазываю им губы, иногда даже смываю косметику. Вот такой вот вкусный чаек, который я, кстати говоря, не знаю, что он здесь делает. Но он мне очень-очень нравится. Это Рой Буш, один из моих самых любимых чаев. И эта фирма мне тоже очень нравится. Лов. Потом масло для волос, которое я использую. Это масло Марок Нойл. Также крем для рук Кодалии, мой любимый. Водичка тоже от Кодалии виноградная. Здесь крем для тела от Деклеор. Тоже очень-очень классный. Батист, сухой шампунь, который меня спасает просто постоянно, если я не успеваю помыть голову. И здесь также находится мой крем для загара. Вот Тен Органик, вернее, это искусственный загар. Это не крем, это масло. Не знаю, где его можно купить. С доставкой в Россию, может быть, на сайте Look Fantastic. Но мой самый-самый любимый. Если вы также не загораете на солнце, как и я, то рекомендую очень вам его попробовать. И вот такой гель для душа от Clorans. Я на самом деле не хочу его распаковывать, потому что он очень классно выглядит. Вернее, это не гель, это как бы скраб. Тоже его вам очень рекомендую. Единственное, что может быть, он, конечно, немножко не оправдывает свою цену, потому что стоит довольно дорого. Но как продукт очень-очень классный. Ну вот, в принципе, и все. Вот так вот выглядит мой косметический уголок. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте обязательно участвовать в конкурсе, чтобы выиграть вот эту чудесную помаду от MAC из коллекции Nutcracker или щелкунчик. Так что спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok